Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина. И не только. У нас студия уже полна замечательных гостей. В эфире появляется руководитель, генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы, русская филармония, почётный деятель искусств города Москвы Гейна Шаладжан. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. А также Ульф Ваденбрандт, дирижёр из Швеции. Здравствуйте. Hello. Сопровождение прекрасное. Мария. Здравствуйте, Мария. Мария будет помогать нам с переводом. Да. У нас удивительное событие культурное в Москве идёт. У нас будут все подробности. Гейна, мы хотим предоставить вам слово. Давайте так. Чем пожаловали к нам в студию? Какие новости, анонсы события ждут? Ну, как всегда, к вам в студию я пожаловала с предвкушением праздника. Так. И мы уже рады. Да. Завтра у нас концерт в Московском Международном Доме Музыки. Золотые хиты группы Аббы. Вау. Мы будем петь всем залом. Это точно. И мой спутник, дирижёр, наш главный приглашённый дирижёр, Ульф Ваденбрандт из Швеции. И именно с этого проекта Абба у нас и началось наше уже трёхлетнее сотрудничество такое плотное. В год у нас порядка пяти-шести концертов мы делаем вместе. И это самые такие интересные для широкой публики концерты. Это и золотые хиты рок. И вот совсем недавно в Кремле были золотые хиты группы Queen 2 ноября. И вот сейчас золотые хиты группы Аббы. Ох, как будет жарко, весело и горячо. Вчера репетировали. Это было очень интересно. Со слезами. А вы знаете, а у всех, вот оркестр играет и одновременно поёт. Потому что это такое, честно говоря, это драйв. И я привезла несколько фрагментов с нашего первого концерта. Я хочу, чтобы вы, наверное, сейчас и слушатели это посмотрели. Давайте посмотрим, послушаем сейчас в эфире страны. Погрузиться уже в атмосферу окончательно. Внимание на экран. У нас вот как раз наводится, наводочка уже идёт. Друзья, уже завтра, 17 ноября, состоится грандиозный концерт. Два концерта. Два концерта. В 17 и в 21 час. В 17 и в 21 час. Потому что в 17 мы когда только вышли в продажу, у нас буквально концерт был продан за три недели. Обалдеть. Мы поставили второй концерт. Так что вот на второй концерт ещё билеты пока есть. Отлично. Давайте посмотрим, что же там. Ну, это вечная музыка. Вы знаете, я абсолютно не гнушаюсь тем, что симфонический оркестр русской филармонии исполняет такие программы. Спасибо вам за это, ГН. Ольф танцует, не только дирижирует. Отлично. Да, это танцующий дирижёр у нас. И очень зажигательный. Как красиво. Прекрасно. Не оторвать глаз, ГН. Так, солистки. Ух ты. Мы вот слышим, друзья, кто нас слушает, мы сейчас пытаемся передать, воспроизвести атмосферу голосом. В общем, у нас фрагменты концерта. А я смотрю, не поют только трубачи, потому что у них рот занят. Рот. Так все поют. Но Ульф, конечно, зажигает. Это имеет значение. Когда дирижёр так... Как идёт со сцены мощный. Да, когда так передаёт атмосферу. Я так понимаю, что здесь ещё приглашённые звёзды из Швеции, да? Да, конечно. Это, знаете, как кто с молоком матери впитал эти песни. И, конечно, лучше носителей это никто не исполняет. Безусловно. Есть Йоханна Бейджо. Може, две девушки. Дженни Тернберг и Александр Стандал. Это Александр, это молодая звезда Швеции. Девушки, которые к нам приезжают, они работали в одном из лучших трибьютов Абба в Швеции на протяжении многих лет. Здорово. Фантастика. Так что мы завтра их вообще впервые в России увидим. Да, друзья, два концерта в пять вечера. В 17 и в 21. В 21.00. А вот мы тут... Билеты только уже на сайте Дома Музыки остались. Кстати, да, вот я хотел про билеты. Ну, билетов, наверное, 20-30 там есть. Торопитесь. Торопитесь, ну, или терзайте перекупщиков. Время такое, друзья, уже завтра концерты. Нет, у перекупщиков уже ничего нет. Тоже ничего нет. Уже у перекупщиков ничего нет. Мы все остатки собрали. То, что у нас было с нашего сайта, и отдали в Дом Музыки, чтобы было только там, на площадке. Джей не поет сейчас, да? Нет, нет, нет. Это наш первый концерт. Это Элиза. Элиза. Прекрасно. Вопрос к Ульфу. Вот как раз может Ульфа. Да. Как удается так зажечь публику, не отрываясь от оркестра? Вы главная рок-звезда. Ну, по крайней мере, что передает нам экран. Расскажите, как получается все совмещать? Видео показывает вам настоящий рок-стар. Как вы успели выстрелить субботу? Как вы успели выстрелить эту специальную атмосферу? Я думаю, что это касается хорошей оркестра, хорошей солисты, и добавить субботу вместе, 混ить вместе, и делать очень большую партию вместе. Потому что люди любят эту музыку, и когда это хорошая музыка, это прекрасная оркестра и все, это все. Я думаю, главная задача – это объединить оркестра, солистов и публику вместе, чтобы получилась такая большая вечеринка, партия настоящая. А мы на концерте так и говорим. Ульф говорит на концерте. Мы придумали такой слоган, и перед каждым концертом мы говорим, друзья, забудьте, что вы на концерте. Вы на самой безумной вечеринке. Это точно. По крайней мере, видно по… Ну, зрители как сразу с первых нот, буквально с первых песен, включаются вот этот драйв в атмосферу? Или сначала приходят все-таки как на концерт? Ну, вы знаете, вначале охрана пытается как-то сдерживать, но потом это понимает, что бесполезно. Не нужно, это ни к чему, да? Нет, нет, нет. Ну, вот особенно в Кремле, там перед сценой есть достаточно много места, потому что там оркестровая яма внизу закрыта. Ну, охрана пытается сдержать, но потом все это… Они понимают, что бесполезно, и, может быть, у нас там будет некоторые фрагменты из концертов в Кремле, весь этот портер… Но охрана сама же танцует прежде всего. Ну, они на службе. Это такой общий мюзикл, да, получается. Сколько возможно, столько и танцуют, хотя бы немножко так руками. Ну, в доме музыки у нас более демократичная обстановка, поэтому кто хочет петь, поет, кто хочет танцевать, танцует. В Светлановском зале танцевать можно, да? Нужно. Нужно, отлично. Все, приходите. Но только в определенные дни. На концертах русской филармонии, конечно. Да. Ульф, еще такой вопрос. На репетициях все так же происходит? Такой же драйв или все-таки копим эмоции для двух концертов, которые впереди? На репетициях у вас есть самая атмосфера или вы просто спасаете энергию для концерта? Это самая все время. Константно? Постоянно? Все время веселье, да. Круто. Значит, мы поняли, что Ульф дирижирует. Ульф мотивирует, поет ли Ульф, потому что мы слышим роскошный голос. Ульф еще и играет на ударной установке. Он еще и играет больше. Ударная установка, это круто. То есть задаете ритм всему концерту. Но не поет. Нет, Ульф у нас пока еще не поет. Это в следующий раз. Друзья, небольшая пауза у нас впереди, танцевальная тоже. Так что будьте страной ФМ, скоро к вам вернемся. Друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, программа «Лучшее в стране». Мы рассказываем вам о том, где же можно провести и правильно провести завтрашний день, настоящую ноябрьскую субботу. Приходите на хороший концерт. У нас в гостях ГН Шеладжан и Ульф Ваденбранд. Да, переводчик Мария. Помогает нам. Итак, вы сказали о двух концертах, которые будут завтра. У нас на готове еще одно видео ГН Ш. Что мы увидим вновь у нас подборчик? Ну, конечно же, замечательная песня группы Абы. «Dancing Queen». Такая визитная карточка. Давайте мы как раз посмотрим видео. И мы как раз все равно голосом сопровождаем то, что сейчас происходит. Как выбирали вообще песни для концерта? Вы знаете, я вообще любую программу, которую я выбираю, составляю, я ее через себя пропускаю. То есть в первую очередь, что вам близко? Конечно, конечно. Но я же эгоистка, я же хочу себе праздник сделать в первую очередь. И в концерте, как правило, используются 23, 24, 25 песни, поэтому я хочу сказать, что у нас не много групп, кто вот так может заполнить целый концерт одними шлягерами. Как опыт показывает, это всего, ну вот в моей истории, это две группы. Это группа Аба, которая собирает полный концерт, и Queen. Ну как раз когда и фильм очень поднимально выходит. Из всех, а у нас как раз концерт был 2 ноября, золотые хиты группы Queen. И мы воссоздали полностью весь диск Барселона. В первом отделении у нас была Барселона, а во втором отделении у нас было 15 хитов Queen. Прям вот самые-самые. И Багемская рапсодия, и Шоу Маст Гоун, и Don't Stop Me Now, и We Will Rock You. Как раз на We Will Rock You Ульф садился на ударную установку, и у нас такая вот песня была. Настоящий рок-н-ролльный концерт, действительно. Да, да. От души сделайте людям праздник. Ведь это наш девиз. Для русской филармонии человек, который приходит на концерт русской филармонии, должен получить праздник. Значит, вчера праздник был, знаете, у кого? У Ани Фрид Линкстадт из группы ABBA. День рождения, да, 15 ноября. А мы как раз делали, специально как раз подгадывали под эту дату. А как вот отмечают на родине праздники участников группы ABBA? Ульф, как в Суэдине вы праздниете Абба? Да, такие национальные герои они сейчас по-прежнему. Да, они национальные герои. Конечно, они национальные герои, да. Какие-то есть определенные, я не знаю, акции, традиции, там, вся страна отмечает дни рождения любимых героев? Они очень известны до сих пор, потому что они распались как Абба, но каждый из четверки по-прежнему пишет музыку. Да, и они очень популярны и сейчас. Музыканты, каждый, да, популярный музыкант. Много ли людей вообще ходит ли, часто ли сейчас открыт музей ABBA? А how many visitors ABBA-музеют? Он не знает точную цифру, но люди со всего мира приезжают в этот музей, это очень-очень популярное место в Стокгольме. Ну, конечно, ABBA это просто визитные карты в Швеции. Мне вообще интересно, в Швеции очень высокая музыкальная культура и много звезд, не только ABBA и TYPE, мы знаем еще... Ну, вообще, такие имена на Евровидении, они всегда побеждают. Золотая коллекция. Это вы прямо с языка сняли наш следующий концерт. Вот в чем, давайте Ульфа спросим, что там такого особенного в Швеции, что рождается такие... Какая атмосфера царит, почему столько музыкантов? Опять же, вот все это Швеция, все это такие мировые хиты. Как вам удается такую музыку классную делать? What is so special in Sweden, you've got so many good musicians. What is the secret? We have very many good in craftsmanship building good songs in Sweden. We have lots of good pop singers in music. I don't know why, but we have very good education in Sweden to do good pop songs. У нас очень действительно высокое мастерство написания песен. Наверное, это связано с образованием, что с детства прививают хорошее музыкальное образование. Популярен ли сейчас рэп в Швеции? Is it rap popular in Sweden? Rap? Yes, it's people. Really? Rap, да, да. Класс. Ну, слушайте, Гене, у нас вообще полный восторг, и мы не удивлены, почему два концерта подряд в один день. Мне понравилось, что вы сказали, что именно вы все-таки выбираете, какие композиции будут сыграны. Потому что это тоже определенная сложность выбрать уабы хитов море, надо как-то вот сократить до концерта. Или для вас было все однозначно? Вот что это, это, это сыгранство в порядке. И сколько композиций, сколько длится концерт вообще сейчас? Концерт длится 90, 100 минут, без антракта. Класс. Ну, друзья, у нас еще одно видео, вы уже начинаете звучать. 22 песни. 23 песни. Ну, целый такой классный сборник. Да, да. Ой, девчонки здесь уже в веночках. А это был подарок, я, честно могу сказать, этот концерт был, я себе сделала подарок. Вы себе? Я себе сделала подарок. Этот концерт был день моего рождения. Ой. Более того, это был концерт день моего юбилея. И я очень долго думала, как мне, что мне сделать. А так как я просто выросла на песнях группы Аба, и сама, помню, в детстве пела, я решила, что это будет, наверное, самый лучший мне самой себе подарок. И так как это еще и было лето, на концерте зрительницы наши принесли два таких веночка. Класс. На самый конец и подарили нашим исполнительницам. И вот они в этих веночках. Не растерялись? Нет, не сразу надели. На деле. Смотрите, вот, конечно, возникает такой вопрос. Понятно, что у вас такая вечеринка, вы это уже обозначили, что не нужно сдерживать себя, танцуйте. Вот как все равно совмещает оркестр вот эти вот стили современные отчасти, такие модные. У кроссовера как это рождается, да. Да, и все-таки держит марку. Вы знаете, мы же симфонический оркестр. Да, и у всех классическая музыкальная школа. База. База, абсолютно. У всех консерваторское образование. Мы абсолютно на одном уровне качества играем. И рок-композиции, и поп-композиции, и серьезные симфонические программы. Причем все с листа, скорее всего, да? Ну, как минимум, одна-две репетиции. Круто. Здесь мастерство наших музыкантов, которые умеют совмещать. У нас колоссальный конкурс в оркестр. У нас было две вакантные должности в группу. А сейчас нет? Просто вдруг кто нас слушает, музыканты скрипать, что нужен веланчелист? Если есть только волторнист, потому что это самая золотая профессия, самая золотая, я не знаю, самый золотой инструмент во всех российских оркестрах. Это самая большая проблема. Волторнисты, отзовитесь, напишите ГНФ. Можно на наш рабочий, мы передадим все. Прямой эфир. И здесь мастерство именно музыкантов переключаться, совмещать. Видите, как у нас бэк-вокал зажигает? А накануне они, между прочим, реквием Верди пели. Ну, я думаю, что для самих музыкантов это интересно. Ну, это драйв, конечно. Ну, это, конечно, это удовольствие. Это концерты, праздники. Мы же их так называем. Если бы они только Верди пели, наверное, бы... А тут раз, одна эмоция, а тут другая. Национальные качели в хорошем смысле. Знаете, а это нужно иметь большое мастерство, переключиться. Во-первых, чисто для ушей. Когда ты сегодня играешь микрофонный концерт, а завтра абсолютно акустический. И нужно уметь слышать, потому что после микрофонных концертов очень сложно услышать друг друга на акустических концертах. Для музыкантов такая собранность определенная, да? Конечно, конечно. Хороший тонус. Хороший тонус, да. Плечо, плечо. И коль мы начали говорить о классических концертах, я думаю, что мы можем остановиться на нашем следующем концерте, который у нас будет 1 декабря. «Лучшие рапсодии мира» в Большом зале консерватории. И там даже у нас есть фрагмент. Вот мы сейчас делаем небольшую паузу рекламную, и как раз мы с этого и начнем. Друзья, будьте со страной ФМ, впереди много всего интересного. «Лучшие в стране» на телерадиоканале «Страна ФМ». Мы продолжаем. Напомню, что у нас в гостях генпродюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», почетный деятель искусств Москвы Гейна Шеладжан и дирижер из Швеции Ульф Ваденбрандт. Мы остановились на том, что 1 декабря новая программа. Мы остановились на том, как оркестр «Русская филармония» может сочетать исполнение рока и классических программ. Не только рок, вообще. В разных направлениях классическая программа, в частности, 1 декабря, случится. 1 декабря в Большом зале консерватории «Лучшие рапсодии мира» с Александром Синчуком, победителем первая премия конкурса Рахманинова, с Валерием Граховским, на мой взгляд, лучшим джазовым пианистом в современности, Фабио Мастранджело, наш главный дирижер, и Родион Петров, концертмейстер аркет с «Русской филармония». Так что приходите. Рахманинов, Куин, Равель, Лист, ну и Гершвин. В общем, много всего интересного. Начало в 19 часов, 1 декабря, друзья, не пропускаем. Большой зале консерватории, да. И ваши слушатели, наверное, могут воспользоваться той... И зрители. А, ваши зрители, я что сказала? Конечно, и зрители, и слушатели, и зрители. Слушатели, и зрители. Да, вот как раз. Вот могут посмотреть. Судя на тему погонения. Александр Синчук. Красиво, да. Ну, красиво, конечно. 1 декабря, друзья, приходите. Узнайте, что это могут играть и люди, они только в том и джере это используют. А, это Рапсодий Лист, значит. Да, мы сделали специальное переложение для фортепиано и оркестра Большого Симфонического. Красиво. Вообще, все могут. Конечно, было бы желание. Было бы желание, да. Друзья, заходим на сайт Русской Филармонии, смотрим, когда, чего, где, выбираем концерт по душе. У вас же, кстати... Более того, делаем приятный для себя подарок. И удивление, что у нас сейчас будет действовать акция Black Friday. Черная пятница. Да. То есть, можно приобрести подарок к новогодним праздникам, например. К новогодним праздникам у нас даже будут специальные упаковки вместе с нашим календарем. Ну, конечно, потому что скоро новогодний марафон начнется у всех. И станет вопрос, что дарить. Вы знаете, с возрастом начинаешь понимать, что воспоминания и впечатления — это тоже замечательные подарки. А особенно на наших концертах... Вот Валерий Гроховский как раз. Это у нас видео про спараллельную. Получить такое удовольствие от концерта. Мы же специально делаем людям праздник для того, чтобы люди пришли, отключились от всех своих забот, переживаний, зарядились энергией и ушли дальше покорять мир. Такая хорошая музыка, что важно. Гринэ. Нас ведь люди смотрят, слушают не только в Москве, а в Петербурге тоже. Расскажите, что их ждет. А, в Петербурге? Тогда торопитесь, торопитесь в большой концертный зал «Октябрьский», потому что у нас впервые мы делаем концерт. Правда, для меня это очень волнительно и трепетно. 27 февраля у нас там будет концерт «Золотые хиты рока» как раз с Ульфом. Впервые. То, что у нас здесь концерт будет 2 марта в Кремле, в Питере мы делаем 27 февраля. Ульф, как вообще началось сотрудничество со страной нашей, Великой России? Понятно, что у вас на родине много классных музыкантов, но, тем не менее, у вас такое плотное производство и творчество в хорошем смысле здесь, в России. Как это все завертелось, закрутилось? Как все началось? Он попал в мои руки. То есть вы сначала выбрали Ульфа, нашли? Да, конечно. Да, конечно. Гайна, просто шлелись. Да. Вот вам подтверждение. Я работал с Дмитрием Малековом и Роберомом Уэллсом, известным сведеским пианистом. Да. Это было любовь для первой стороны. Я бы сказал, что было здорово начать работать с оркестой и быть пригласен с Гайанейом, чтобы работать на больше проектах. Это была любовь с первого взгляда. Мы познакомились на концерте, когда Дмитрий Малеков играл с известным шведским пианистом. Робером Уэллсом. Да, и решили с тех пор сотрудничать. Да, и с тех пор мы, вот это уже 3-4 год идет нашего такого плотного сотрудничества. И с этого года Ульфа Аденбрандт является нашим главным приглашенным дирижером в оркестр русской филармонии. Еще и барабанщик. Но это слишком высокий бонус. Понятно. Поэтому мне проще заплатить как дирижера. Творческий путь, в принципе. Как была выбрана музыкальная профессия изначально? Почему ударные? Почему потом стали дирижером? Как ты становишься кондуктором и драмером? Как все начало? Я вырос в музыкальной семье, где все играли на ударных. Все были ударниками. У него не было выбора, наверное. У него нет выбора. Да, его отец был известным дирижером. А потом я поступил в консерваторию, там я изучал дирижирование и собственную перкуссию. Ульф, что вас удивляет и восхищает в России? Вы же здесь бываете часто. Расскажите о своих впечатлениях. И что особенно поражает? Просто интересно. Вы в России в России. Что вы здесь удивляет? Что вы здесь удивляет? Я скажу, что Ульф также работал после того, как приехал в Москву, с нами поработал. Он получил ангажемент и сделал целый годовой тур с группой Ария. И он покатался по всей России. Поэтому ему, наверное, есть что сказать. Конечно, давайте узнаем. Здесь великолепные музыканты, прекрасная публика. И я просто люблю работать в России. Мне здесь очень нравится. Вот что значит классическое образование музыкальное. Да, но а какая-то, может быть, есть вещь, которая поражает и особенно отличается от всех стран? И можно сказать, о, такое только в России возможно. Как хорошее, так и плохое. Может быть, пельмени. Может быть, что-то в России, где только в России нет. Может быть, как пельмени. Ты любишь пельмени? Что это? Это как пельмени. Нет, я никогда. Ты никогда ел пельмени? Нет, в прошлый раз мы это ели. Я ел. Это было вкусно. Да, да. Он вспомнил, он ел пельмени. Нет, правда вкусно. But something special about Russia, which you can say only here and nowhere else. What's happening or special with the country? Yeah, something from your personal experience. I think that it's the culture. It's so deep back about music. The music, the classical music, it's so many good musicians, and that's unique for the country. And, yeah, so of course I'd love to be here and working. Да, вот вы говорите, что в Швеции очень много хороших композиторов, а он говорит, что в России так много хороших музыкантов, что он не перестает этому удивляться. Вот это для него. Назовите тех музыкантов, которые восхищают именно вас. Can you name musicians who inspire you personally? Oh, it depends on the projects I'm working with. I just have the music I work with right now in the head, so it's hard to tell something special. Очень трудно назвать кого-то одного на каждом, да, проекте. Кто-то в его голове постоянно звучит, и он занят этим. So today it's ABBA, tomorrow it's Queen, and it's different all the time. No, no, they're asking about Russian musician. Ah, Russian musician. Who's your favorite, who's your... Who's your... Who excites you? Composer. Ah, Tchaikovsky, I love him. Петр Ильич, да, спасибо, спасибо, у вас чудесный вкус. Друзья, мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся к разговору. Будьте в компании Страна.ФМ. Лучшие в стране. Дамы и господа, это телерадиоканал Страна.ФМ, программа «Лучшие в стране». МГН Шиладжан и Ульф Ваденбранд. В гостях у нас по-прежнему мы говорим о том, что же можно интересненько посмотреть, обращаясь к русской филармонии. И обратили мы внимание, что возможно, да что там возможно, лучший голос Латинской Америки 18 декабря будет выступать. Американского континента. Да, да. Даже так. Человек из Бразилии, которого в Бразилии знают все даже деревья. Ну как деревья? Ну, в общем, все знают, все даже растительность его знают, потому что он не только артист, но еще и певец. Рассказывайте. Замечательный. Очень яркий, очень душевный, романтичный мужчина с абсолютно бархатным баритоном. И я чисто случайно наткнулась на... Мне нужно было одну песню послушать. И вдруг я натыкаюсь в Ютьюбе. Даниэль Боавентура. Ну, я уже забыла, что мне надо было там найти, послушать. И вот сейчас уже... Вы буквально погрузились в процесс. Я погрузилась, и через неделю мы вышли уже на него, на самого, на директора. И очень скоро у нас родился такой концерт. Абсолютно хорошо поет. Артистичный. Красивый. Красивый. И песни, подборка песен на него. Вот здесь же никто не говорит, что это трибют. Это говорят, что это просто замечательное исполнение. Очень харизматичное. Мировых хитов он исполнит. Мировые хиты, да. То есть это программа, которая состоится в декабре, да? 18 и 19 декабря, да, прям в самую середину декабря мы делаем... Светламовский зал, да, заходите, друзья, 6+. Так что можно всей семьёй начало концерта все вечера. И песня, первый концерт 18 декабря, это будут мировые хиты, а второй концерт 19 декабря, это будет такой больше уклон на Италию. Да, там Мамбо Италиано и Аморо с Кузями. Такой итальянский вечер у нас будет больше. Ой, ну он прям на любой вкус. Выбирайте просто вот так. Сколько вы говорили уже, дали концертов, вы с нами вне эфира делились, что посчитали, что буквально за этот месяц дали, сколько программ концертов? В октябре у нас было 19 программ. Через день буквально. Даже обывалый подряд. Но это программы. Это программы. Это программы, да. Их надо ещё успеть отрепетировать, и надо дать 4 выходных, между прочим. Людям отдохнуть. Интересно, какую музыку слушает Гайне дома, если слушает Гайне. Во-во-во. Во-во-во. Хорошо. Вот такую, да? Но в Ютубе. Даниэль Буавентура. Вы знаете, я как говорю... Даже можно просто имя сказать с фамилией уже в этом музыка. Ну, правда, очень душевный концерт будет. Я прям чувствую. Вы знаете, я же говорила вначале, что я концерты делаю все для себя. Мы поняли. Поэтому главный критерий... Вот если... Ну, я не знаю, может быть, это очень самоуверенно, но если ты хочешь сделать хорошо, сделай для себя. А вы так и пишите. Гайне, шаладжан, испробованы на себе. Все. Вот проверено с собой. Скажите, а было так, что вы ориентировались на других людей? Вот вам говорили, да нет, вот это будет лучше. Вы, ладно, мне это не очень нравится. Сделали программу и не пошла. Конечно, конечно. Или наоборот. Вот какой критерий? Что реально то, что нравится вам, то и заходит. Никогда не слушать творческих людей. Понятно. Никогда. Да, по рациональным подходам. Потому что каждый творческий человек гребет под себя. Ему кажется, что его творчество — это самое лучшее. Он хочет выразить то, что он чувствует. А почему-то платить все время должна я. Вот она, кухня искусства. Конечно. Вот она, кухня искусства, это точно. Поэтому, знаете, кто женщину ужинает, тот ее и танцует. Да. Приходите с женщиной танцевать в русскую филармонию. Да, только хорошие места приобретите. Тогда будет лучше. Ну, на самом деле, за все творческие эксперименты все-таки должны отвечать те, кто предлагает эти эксперименты. Ну, друзья, пожалуйста, выбирайте программу на любой вкус. Ульф, мы хотим тоже сказать большое спасибо. И классный такой опыт. Но вот нам открыли секрет, что вы и Сария, оказывается, пропутешествовали, проездили всю Россию. И то есть вы со знанием дела признаетесь в любви к нашей родине. В Москве и Сибири. В Москве и Сибири, да. Ну, друзья, ну что же, у нас минутка буквально остается. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов. Ну, а я хочу пригласить ваших слушателей и зрителей на наш следующий концерт. Если вы в эту субботу заняты, то обязательно приходите 24-го в следующую субботу на такой же музыкальный марафон, но только состоящий из золотых хитов рока в Дом музыки. Там тоже будет вообще жарко. Там будет Pink Floyd, Led Zeppelin, так что... Bee Gees, Metallica, ACDC, Queen, тут, в общем, все будет красиво, все нормально. Тоже два концерта. Гэнэ, можно ли в косухов приходить? Однозначно нужно, потому что у нас Ульф вообще на сцену... Ульф будет 24-го тоже, да? Нет, будет Роберто Малинелли. Ну, ладно, простит. То есть косухи, форма такая рокерская. Косухи, банданы, достаем все, ребят. А главное, просто вечеринка. Класс. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. Зарядили вы нас настроением, таким грамотным рациоподходом. Мы тоже обучились. Гэнэ, спасибо вам за это. Гэнэ Шеладжан, Ульф Ваденбрандт в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Спасибо, да. И, конечно, приходите в русскую филармонию, наслаждайтесь настоящей музыкой. Всего доброго, пока. Увидимся, спасибо, пока.